Всем привет-привет! Сегодняшнее видео я покажу вам женскую комнату, рум-тур, так сказать, комнату, в которой я снимаю видео, в которой я работаю, в которой я вдохновляюсь, отдыхаю и так далее. Сказать честно, наверное, ничего особенного вы здесь не увидите, но просто это моя, так сказать, студия творческая, женская комната, предупреждая, что мужчина у кого-то воспрещен. Итак, пойдемте в мою женскую комнату. Когда мы заходим в мою комнату, мы видим шмотки, манатки, зеркало, столик, надпись, белую стену и комнату без штор. Я сюда хочу просто белые шторы, чтобы они были обычные, белые, либо полупрозрачные, либо плотные белые, посмотрим. Это мой столик, маленький. Давайте начнем с маленького. Я очень давно его купила, еще, по-моему, даже мама моя его покупала. И он был другого цвета, я его покрасила. И, кстати, в конце этого видео вы можете посмотреть, как это все красилось, белилось и делалось, кому интересно. С чего все начиналось в этой комнате. Теперь у меня получился вот такой белый красивый столик, но он чисто декоративный, на нем стоит коробка, якобы шляпная, но в ней были цветы когда-то. Она просто очень красивого цвета, голубого, такого бирюзового, поэтому я ее поставила сюда на фон. И звезда с LED-лампами. У меня такой еще есть месяц. Здесь у меня белая стена, здесь вот такая надпись. Если ты веришь в себя, все возможно. Ну, я считаю, что это правда. Так, теперь вот такой мой стол, бьюти-стол. Вот эти лампы я не включаю на этом зеркале, так как они желтого цвета и жутко нагреваются. Все, хочу поменять эти лампы на энергосберегающие, которые не греют, и которые холодного цвета, холодного свещения, такого, знаете, не желтого. Но никак не могу. Ну, здесь такая надпись Жене Гейн. В этой комнате вообще, наверное, все Жене Гейн, надписи Жене Гейн и напоминание, что я Жене Гейн. Это мой туалетный столик. На нем обычно мусор, бардак. Ну, как обычно, я убралась немножечко перед съемкой. А так здесь валяется все, все, что нужно для съемок. И вот, например, кисти, да, вот сейчас здесь лежат. Это мои новые кисти от Real Technique. Я все хотела снять на них обзор. У меня есть такая же подделка, как бы сравнение. Но пока руки не доходят, я вот специально поставила на виденное место, чтобы снять. Не забыть. И крем для рук. Вообще-то универсальный такой кремчик у меня. Очень хороший, очень. И здесь у меня сейчас часть косметики. Потому что, наверное, процентов 60 я отдала своей сестре, когда ездила в Украину. Маме, когда я была в Японии. Поэтому я подрушил еще раздавала, опустошила стол, как могла. Потому что это было невозможно. Я не могу физически всю косметику перепробовать на себе. И вот, как бы, осталось то, что я еще, как бы, не особо тестила, не особо пробовала. Либо то, что мне очень нравится. И я этим пользуюсь постоянно. Как бы, ну что, здесь вот в этой части палетки теней. Вот от NYX еще ни одними тенюшками я не пользовалась. От NYX это, так как бы, новинки все. Очень, кстати, красивые оттенки. Нужно как-нибудь сделать красивый осенний макияж. Потом у меня есть вот такая от Too Faced Chocolate Bar. Потом от Lancome. И от Oda City от Urban Decay Naked Smoked. Моя любимая палетка. Вообще универсальная. От Guerlain тоже любимейшая палетка с нюдовыми оттенками. Затем здесь румяшки от Gwen Stefani от Urban Decay. Hourglass это моя любимая. Хайлайтер. Контурирующий средств. От MAC палетка для глаз. Тоже классная. Опять же здесь вот хайлайтер Tom Ford. Люблю его. И многое другое. Здесь бронзеры, румяна. Много всего. Здесь у меня подводки. Здесь в основном подводки. Либо какие-нибудь карандаши. Какая-нибудь мелочь. Вот капли для глаз. Есть несколько бас. Блестки, глиттеры. Ну, знаете, такое самое универсальное. И еще раз повторюсь, что я, ну, почти все отдала. Осталось только вот... Осталось только чуть-чуть. На другом месте у меня тоже есть косметика. Это так. То, что сюда поместилось. Затем в этом углу у меня одежда. Ну, это одежда, знаете, в основном, которая нужна для съемок. И либо то, что я должна снять, показать вам. Может быть, что-то здесь новое в моем гардеробе. Я могу взять, одеть. Надеть. Надеть, да. И, ну, в основном здесь находится сейчас все, что нужно показать для видео. Либо то, что показала. Нужно, кстати, уже пересортировать одежда, потому что осень. Некоторые вещи уже вообще не подходят, чтобы их носить. Вот для съемок видео у меня две коробки. Здесь у меня какая-то одежда. Сумки, не знаю, надо посмотреть. По-моему, осенья нужно менять. Я часто так делаю. Меняю, в общем, зимнюю на летнюю, летнюю на зимнюю резину. Домашние тапки. А я тогда в каких? А я в коричневых. Да. Итак, дальше, что у меня здесь? Окно без штор. И, кстати, нужно помыть окно. Грязно. Здесь у меня две подушки. Угадайте, кто и ты. Дарим. Шеллок холлс без лица. Я сразу поняла, что у меня должна быть эта наволочка. У меня очень много таких наволочек. Я, кстати, сняла тоже видео о всяких таких штучках. И, кстати, вот эта надпись у меня тоже с того же сайта, где я брала вот эти наволочки. Поэтому я хочу показать вам очень дешевые находки мои. И я распаковывала посылку и снимала видео. И покажу, да. Я все-таки смонтирую и покажу, потому что там прикольно. Затем у меня есть зеркало вот такое. Это мое любимое зеркало. Оно из Ikea. Потому что любимое, потому что сзади много крючков, на которые я вешаю свои сумки. Здесь не все. Есть часть внизу еще у меня. Можно снять видео обзор сумок всех моих. Если что. Так, ну что. Вот здесь как бы окошко. Окошко у меня выходит на наш двор. И там как бы ничего особенного. Так, что здесь? Здесь у меня два саутбокса. Мои любимые. Это дополнение. Дополнительное освещение. Хотя я люблю снимать от окна. Но все равно саутбоксы всегда нужны. Иногда я делаю там какие-то дополнительные съемки. И без них не обойтись никак. Стоят они у меня здесь. Потому что в других комнатах они мешают. Так как это моя женская комната. Я храню их здесь. Следующий угол у меня такой, знаете, рабочий. Компьютер я сейчас вниз перенесла. Потому что работала там. Этот стол мы тоже сами красили. Заказывали стекло отдельно сверху. Чтобы не царапалось. Кстати, да. Вот такой совет. Когда что-то красите, обязательно стекло сверху стелите. Чтобы не поцарапать. Это моя картина. Любимая. Она собрана из множества маленьких фотографий. Из инстаграма. И мне очень приятно. Потому что все эти фотографии прошлого года. Я иногда так зависываю, глядя на эту картину. Смотрю, вспоминаю, что было. И какая я была. Смотрю. И так прикольно. На самом деле, мне кажется, очень полезно такие картины делать. Потому что... Ну, на самом деле, здесь все фотки, представляете, с инстаграма. И я хочу сделать теперь, знаете, такую современную. Уже современную картину. Такой же вариант. Где перекрасилась. Там потом приехала в Японию. Снова покрасилась. В общем, вот все мои... Тут у меня в основном длинные волосы. Я как раз тогда еще не стриглась. Здесь все фотки с длинными волосами. Тот период моей жизни. Даже вот взять любую фотографию на выбор. Это вот у нас была встреча в Киеве с Наташей Нафи. Это я была на Копчегае с мужем, с дочкой. Это, по-моему, мы в Дубае. Это на Копчегае у нас... Ну, в общем, каждая фотография — это какое-то напоминание, воспоминание из прошлого. И настолько прикольно. Вон, Сарочка. Маленькая мы на Копчегае. Это Индия уже. И все вперемешку так. Очень круто. Блин. Я, если найду, где я заказывала эту картину, оставлю ссылку. Потому что я, если честно, не помню, было это давно. Вот два фонарика таких просто так стоят. У меня есть такая награда, когда у меня было 100 тысяч подписчиков в YouTube. Дали серебряную кнопку. Ну, дают ее всем, потому что... Всем. Да, у кого 100 тысяч. И следующая кнопка будет золотая, когда будет миллион. Только когда это будет, не знаю. Здесь еще висят наши фотографии с Вовой. Старые. Мы еще даже не были женаты здесь. Я еще была блондинкой. Прямо белой-белой. Мы были в горах. Долгая история. Здесь вот наша свадьба. Это я невеста, Вова жених. У нас была очень простая свадьба. Без фанатизма. Поэтому мы так одеты. Ну, я как бы, в принципе, как невеста, а Вова просто... Ну, потому что была в стиле хиппи, хипстеров, там что-то такое. А это вот мы уже вроде поженились и где-то сидели. И у нас там кто-то клацнул. В общем, прикол. Да, я такая была белая-белая. Вот. В этом столе у меня бумажки разные. Я не буду его открыть и показывать. Здесь у меня два штатива. И доска. Это фотофон. Я его люблю, потому что на нем классно. охватывать какой-нибудь материал, там, новинки, косметики, например. С одной стороны у меня серый фон, а с другой белый. Нужно менять. И я тоже найду ссылку. Постараюсь найти, где когда-то, давно, год назад я заказывала этот фотофон. Но он такой тяжеленький. Ну, ручка удобная, знаете, так его носить. И стоит он здесь в уголку. В принципе, не мешает. Когда надо, достаешь его. Так. Затем у меня вот такая из полка. Она тоже из Ике. Начнем сверху. Это просто декорации. Типа Битлз. Типа кальян маленький. Мы, по-моему, из Индии его привезли. Это телефонная будка лондонская. Очки мои, но не все здесь, которые есть. Обычно здесь лежат, да. Это от Benefit. Такая мазюкалка для ног. Она просто подходит сюда. Поэтому здесь тихит. Ну, обычная полка. Иногда я здесь что-нибудь фото. Какой-нибудь парфюмы, там, новинку. Не знаю, что ли, поставлю вот сюда. И там прикольно сфотать на таком фоне. Полка книги. Не могу понять, зачем у меня здесь толковый словарь стоит русского языка. Если сейчас можно в Google загуглить любое слово, и тебе толкование там видит, какой хочешь ты. О чем хочешь. Поэтому просто стоит, видимо. Вот такие разные у меня здесь книжки. До сих пор ни одну из них не прочитала, потому что нет времени. Вот, представляете? Честно, нет времени сесть и почитать книгу. Я хочу начать, но вот пока так. Моя камера, на которую я снимаю такие бьюти-видео, типа там покупки, новинки, макияж и так далее. У меня два объектива сменных. Две коробки. Здесь у меня провода лежат. А здесь, по-моему, все, надо ее выбросить. Да, я ее распотрошила, а там только вон микрофон. Видите, некрасиво как распотрошила. Не знала, как ее открыть. Но она такая яркая, и мне как-то жалко было ее выкидывать. Вот какая здесь стоит. Еще одна камера. И шкатулочка. И шкатулочка. Здесь у меня, по-моему, флешки. Когда-то мне Яна в Украине дарила эту шкатулку. Это украинская роспись. Тема такая. Вот. Затем у меня тоже коробка. Там что-то в ней лежит. Что, например, ничего. Что-то должно было лежать. Сейчас я ее вытащила оттуда все содержимое. И просто использую теперь ее. У меня здесь была когда-то пригласительная. Прикольная, да, с нитками. И я так и оставила, как декор стоит. А, и там у меня тоже большая сумка с косметикой. Которой я не пользуюсь. И шкатулка непонятно с чем. Не хочу ее доставать. Мне кажется, там ничего интересного нет. Вот еще такой уголок у меня. И вот такой у меня есть уголок. Со шкафчиком. Косметика и с надписью. В общем, вот такая надпись. Я на том же сайте ее заказывала. Где и наволочки. И потом я покажу вам это видео. Здесь у меня прикольно. И моя любимая надпись на русском языке. Пока ты думаешь, другие делают. Это меня касается. Пословица или просто это... Высказывания. Потому что я очень... Бывает, долго думаю. Откладываю на потом. Даже бывает элементарный какой-нибудь макияж. Или прическу я хочу показать, снять, сделать. И я все откладываю, откладываю. Думаю, думаю. И бах, открываю YouTube. И кто-то уже снял на такую же тему макияж. Точно такой же. Или такую же прическу, как я хотела. Я заметила этот факт. Вот пока я думаю, кто-то делает. Я тебе поставила напоминание на столике. Что пока ты думаешь, другие делают. Чтобы у меня было это напоминание. Чтобы вас, Женя, быстрее делай. Надо быстрее двигаться. Да. На этой полке у меня такие вот штуки разные. Косметика. Ну, такое самое необходимое. Кстати, заказала витамины себе. Буду скоро пить. И здесь у меня духи. Вот в такой вот штучке. Разные парфюмчики, которыми я сейчас пользуюсь. Ну, ничего нового, наверное, не увидите. Нарцисса Эдрегис. Это моя классика. Любовь. Монталь. Это моя любовь. Классика. Джо Малон. Нектарн Блоссом. Тоже классика. А, кстати, новинка от Эйвен. Нас приглашали на мероприятие в честь этой новинки. С Кензо Токадо и они вместе создали этот парфюм. Очень приятный. Это не реклама. И просто они нам подарили с мужем. И я скажу, что мне понравился. И реально я иногда пользуюсь им днем. И он долго держится. И приятненький, тепленький. Сейчас на осень в самый раз. И вот такая шпилечка у меня есть. Этот парфюмчик Каролина Эйрейра. И Майкл Корс парфюм. Вот. Ну, это такие базовые мои парфюмы, которыми я всегда пользуюсь. Крем для рук от Сектор. Нюкс универсальное масло для всего тела. Для волос в том числе тоже стоит. Шкатулочка у меня такая есть. Вот с маслом для кутикулы. Кстати, спрашивали, что за фирма. Видите, все постиралось. Я не знаю, что за фирма. Матирующие салфетки. Это Миша. Капели для глаз. Обязательный атрибут. Я их обожаю. Гигиенические помады. И для бровей. Там какое-то средство. Помады. Здесь у меня вот новиночки. Хотела показать их в видео. Потом от NYX. От MAC. Разные бренды. Мои красотки от Urban Decay новые. От Lancome вкусняшечки. Потом у меня здесь вот спрей для лица. с гиалуроновой кислотой. И есть La Roche-Posay. Здесь тоже термальная вода. А я не знаю, здесь состав есть гиалуронка или нет. Вот. Вот, кстати, кисти подделки. Отличаются кардинально от оригиналов. Потом сниму видео. Здесь у меня души. Карандашечки некоторые. Вот эта вот баночка. Это все полностью для бровей. Все продукты для бровей. Это закрепитель макияжа от Urban Decay. И я ему уже закрепляю в конце макияж. Он стоит на видном месте, чтобы не забывать. Знаете про него. Бывает, сделаешь макияж и пошла. И здесь у меня тональные основы, пудры. Все, что касается тона. От Victoria's Secret, да, вот эту штучку у меня. Кстати, тумбочку мы эту тоже красили, но позабыли стекло сверху заказать. И все уже заляпали, капец. Кстати, вот эти вот штуки я тоже заказывала на том прикольном сайте, где нашла наволочки и надписи на стену. Поэтому я вам покажу скоро это видео. Вот эту и вот эту металлическую тоже. Следующий уголочек. Фон, на котором я чаще всего снимаю видео. Вот такой красивый фон. И здесь стоит диван наш старенький. Типа кожа, но не кожа. И картина. В общем, я хотела сюда что-то цветное и что-то такое фантастическое. Ну, что-то необычное. И вот мне приглянулась очень картина. Я заказывала ее на сайте здесь в Казахстане, в Алма-Ате. И я поставлю обязательно ссылку. У них продаются модульные картины. Вот такие красивые. Можно выбрать любой рисунок, какой вы хотите. И я выбрала вот этот рисунок. Еще я хочу заказать нам спальню. Уже черно-белую картину. Потому что у нас будет тоже прикольная спальня. Я вам обязательно покажу в конце этого видео. Мы там уже покрасили стены. Я вам покажу просто стены. У нас серая стена. Но я вам попозже покажу. Я хочу на эту серую стену заказать тоже модульную картину. Только черно-белую красивую. Я ее пока не прибила. Она стоит просто на спинке. Потому что я думаю, что иногда я двигаю этот диван. И прибивать картину пока я как-то не вижу смысла. Она и так хорошо стоит. И подушки, кстати, вот эти я тоже заказывала на другом сайте. На котором вот эти надписи. Вот это все я вам покажу потом. Я сделала фонарики такие. В общем, картина мне безумно нравится. Очень необычная. И вот снизу стоит еще одна картина. Я хотела ее разыграть. Но только для жителей Казахстана могу разыграть. Ну, чтобы здесь отправить ее внутренней почтой. Потому что эту картину не очень будет отправлять куда-то за границу. Там или в Россию. Потому что, ну, мало ли, может ее испортят по дороге. А здесь ее как бы проще намного в Казахстане передать. И поэтому в конце этого видео вот конкурс будет. Розыгрыш вот этой картины. Она тоже модульная. Она тройная. То есть она большая. Это только часть. Это, по-моему, середина. И она в розовых тонах. Красивая такая картиночка. И условия конкурса я напишу под видео. Под этим видео в описании. Для жителей Казахстана разыграем эту красивую картину. Условия почитайте под видео обязательно. Вот такая у нас получилась женская комната. Студия. Не знаю. Рабочее место. Комната вдохновения. Комната, где хранится весь женский хлам. Я представляю, как каждая женщина или каждая девочка мечтает иметь такую комнату. Просто потому, что она отдельная и светлая. Кстати, я хотела бы еще какой-нибудь коврик. Может быть, с ворсом. И обязательно будет здесь штора висеть. Обязательно. Когда она будет еще милее, эта комната. Да, здесь еще и стул. Буду заканчивать. Сейчас я вам покажу еще спальню нашу, как мы начали делать. И читайте условия конкурса в описании под этим видео. В общем, здесь будет наша спальня. И мы здесь уже покрасили стены. И смотрите, у нас одна стена будет чисто серая. Остальные стены белые. Будет очень прикольно, потому что... Ну, в общем, вы увидите. Я вам покажу обязательно нашу спальню. Потому что она скоро должна уже приехать к нам. Мы заказывали ее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok